И ещё очень важная встреча, которая пройдёт в Сочи 28 июля. Там состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии господином Гэмбой, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов российско-японских отношений и международной повестки дня под углом зрения реализации достигнутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Японии господином Нодой в ходе встречи на полях саммита группы 20 в Лос-Кабосе в июне текущего года. Приоритетное внимание предполагается уделить перспективам развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в области экономики. Российско-японская кооперация в последнее время динамично расширяется по целому ряду направлений. Так, по итогам 2011 года объем торговли между двумя странами вышел на докризисный уровень. Это порядка 30 миллиардов долларов США, а общий объем накопленных японских инвестиций в российскую экономику превысил 10 миллиардов долларов. Налицо серьезные возможности для продвижения взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики, в том числе на российском Дальнем Востоке. Реализация проектов в этой сфере позволит Японии диверсифицировать энергопоставки и получить дополнительные объемы углеводородов, а России экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью и наращивать свой промышленный потенциал. Мы придаем важное значение углублению двустороннего сотрудничества в области мирного атома в рамках соответствующего российско-японского межправительственного соглашения, которое вступило в силу 3 мая текущего года. Нацелены на реализацию в этой сфере крупномасштабных взаимовыгодных проектов. Имеются также весомые заделы для наращивания работы на российском рынке, в том числе на Дальнем Востоке, ведущих японских автомобильных концернов. На переговорах в Сочи будут затронуты и некоторые другие аспекты двусторонних связей, включая рыболовство и сохранение морских живых ресурсов, а также гуманитарное и культурное сотрудничество. Можно полагать, что министр продолжит обмен мнениями по проблеме мирного договора. Как известно, в Москве последовательно исходят из необходимости обсуждения этой темы в спокойной, взаимоуважительной манере и, что принципиально важно, на фоне поступательного развития всего комплекса двусторонних отношений. Важное место на переговорах предполагается отвести обсуждение актуальных международных тем. Речь, конечно, пойдет о путях углубления координации между Москвой и Токио в вопросах обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижения интеграционных процессов в этом районе мира. Конечно же, не останутся без внимания ядерная проблема корейского полуострова, ситуация вокруг Сирии, содействие Афганистану и целый ряд других крупных тем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...